Мы находимся на южном, где пилили наросшие за 21 год деревья. Вот трактор, то есть бельдозер. Сегодня 11 августа находится здесь. Страшная техника. Все свернуто, все на территории. Страшная техника. Первый раз, как он проходит, какие есть пни, все выверну. Сейчас, когда один раз прошел, видите, что осталось. Примял. Второй раз он углубляет муж. Вот теперь смотри, что они у меня лежат. Просто некоторые люди живут в городе, могут не видать это, чтобы показать. Думали, тут не будет идти техника. Все, сыро. Еще. Сыро, но тут нет глины. Два раза проехал. Два раза. Вот оно еще только подготавливает почву. Ровно. Я благодарю Бога, что Бог дал вот такую машину, такого бельдозериста, вот как Владимир Иванович. Потом вот погружают ножки. Третий раз идет. Это надо видеть, как мы постепенно. Мы углубляем это, делаем озеро. О, вкусно. О, вкусно. Еще, похоже, один рейс сделать, чтобы видно было, как работа эта, где делается. Вот он, ну, тонет он в 80. А когда сырое, сырая глина, он не тонет. Он прижимает ее в 80 широкие. Вот опускает нож. Теперь он начинает ее углублять. Ну, теперь полный нож нахватил уже. Стрелок, теперь шире вверх. Это огромная тяжесть, стыная глина. Я не приближаю, если необходимо. Я не приближаю. Сейчас еще покажу, как дальше он углубляет, уже ближе. Потом будет здесь вата. Очень красивая ножка. Две половинки у нас все из березняка. По полторы этой стороны. Ну, и одна сторона, вот эта вот, рядом, которая осиний. В первых все заваливается. Осиний. Ну, теперь он снова нагрузил. Стрелок. 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 Я поворачиваю голову на правую, а что я вижу? А вижу тут кто-то идёт. Да это не ты-то идёт. Колесо. Ну и ещё. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, да? Впечатляет. Впечатляет. Так вот он, видишь, стал паниковать, уходить с работы. Это не окончик её. Помолиться надо. Сегодня? Да нет, она трудная работа вот эта вот здесь. Смотри. buddy. Сп我知道. А сегодня за день сколько сделал такой вал, еще не обихожено, все, но главное тяжелая работа прошла, сколько пьев вырву, можно так закладывать такие вырвы, это на южном, а это 21 год назад был вал, Ушаков работал, предлительское обстановление, вот такой вал, больше роста человечества, вал, это вот его пути, где он ехал, сейчас я добавлю, у нас купили где-то на 50, и лучше, иначе не как у перёжи наросли, тогда вот, на ужасенную инженерную вырву, а у нас милиционскую форму, можно подъявить стратегическую камеру, а у гройки, ну, злодейство ежедневное, ежемощное, Как все-таки портить человека власть? Власть. Какая милицейская власть-то? Никакая. Все равно. Кортит. Давай угрожать и прокуратуру, и везде все это. Нет. Беда просто была. Все, Господь убрал, пойдет по нему. Все, он говорит, светлой памятник. Все, ягода пьяница, светлая память. Почему? Не сказать-то, на этом салтеговый, да, у меня отец надевал ее, мягковатыми в одежде. Так что вот пьяница, когда я еду, здесь и подплетучил. Это все выходим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите продолжение в следующей серии. 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 В следующей серии. Смотрите продолжение 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 в следующей серии. это две ему до одному тут борщ газеты там термос макароны по-флотски я же взял клеенку постелить ему наконец-то клеенка давно уже отрезал где она была ну там на сама она была изначально то я принес давно туда еще ты давно принес и положила забыл на холодильнике там да ну да на холодильнике надежу васильную я запрашивать должен ну ладно сейчас вон братья пришли из старичковского пруда наша тележка назначена называется вот эта тачанка это от отца он во фрунзе увозил и пёс и павел нам то ли продал или отдал мы все с собой отработка топоры ножовки пилы вязальные толкушки лопаты вот уже работают виталия никита и володя это мы на южном находимся посмотрите какое чудо но работы тут много будет еще работает дал бы господь что выдержал бульдозерис очень хороший но тоску и домой охота ему виталий посчитай сколько лопат ты сколько володя ускорь тебе образец показан вот я замерил сегодня пятиугольник у нас получился ну и по дома замере сколько гектара занимает уменьшается он вот это березовый доски это я говорю чтобы успеть осмолить загнать под землю суббота воскресенье а почему очень просто почему в россии живем вот мы на южном заканчивает ребята копать володя маяки полышки полышки должны быть до конца забитая володя или подрезать или они не должны торчать подсыпать надо чтобы был в район с ними был мы не знаем какой уровень воды будет поэтому приблизительно так делаем и тут еще доски будут но там совершенно искусственны я сейчас пройду покажу вот там осинник вот там осинник через него я SARAH вот вот ты вы Выводят в самом низу и попаются по уровню выводят. Сегодня уже 13 августа. Вон, видишь, как углубляется, потому что здесь очень мелкая, фактически ничего нет. Заново нужно вырыть, вырыть его. Ну вот так, сколько может техника держать. Какие березы, мощные. Они даже могут быть толще любого милиционера, которые к нам приезжали, узатые, которых Нургалев повыгонял. Это березы, так с них соку-то сколько-то. Какие кусты, красивые. Вот две ребята работают. Смотри, пьяка, какие березы. Все разные расцветки. А высота огромная просто. Видите? Тележка. Вот крайние березы. Тут одинокий клён стоит. А березы-то какие. Поверющивать буду, чтобы тележка видно было. Ну так, прятали. Сорамили вноши. О, русская береза. Мы были там и в Карелии, везде были. В Швеции, в Дании, но нигде такие березы не видели большие. Просто огромная береза. Русская береза называется. Сегодня суббота. 13 августа. Завтра заговорим на Успенский пост. Отец называл госпожинки. Вот что мы видим. Трактор дальше не может поднимать. А четырехслойная защита в рост человека. А там ребята. Володя и Никита стоят. Повернулся, он не видит. Они смолят сейчас стенки. Пол застелили у слива. Пол 2,80. Ширина. Вот теперь. А уже служба начинается. Мы отправили Виталия Калиникова. Потому что хоть один, но должен быть в храме. Мы не можем, хотим сегодня закончить. Вот уже поставили даже столбы. Огородили. Это плохо видать. Вот они, столбы белые. Шофер все возится с машины. Что-то она у него барахлит. Не знаю, вернется он, не вернется. В воскресенье. После воскресенья. Спрашивал, работаем нет в воскресенье. Я говорю, не работаем, Владимир Иванович. Это у нас запрещено. Это нельзя. Наша тележка, тачанка. На ней все увозим. На ней все увозим. Вот она мы пригородили, чтобы коровы не попали. Осенью тут рядом пасут. Они стучат, так наши братья. на Южном пруду, 13 августа на Южном пруду. Собираемся домой. Суббота. Одного отправили молиться. За всех молиться. Вот поставили преграду, чтобы не пришел никто. Молодя там все красит отработкой. Сломался бульдозер. Все у него потекло. Там все где-то подсыпает. Вот. Распорки поставили. Это все отработкой покрасили. Ну и в конце, вот видно куда щель, будут вставляться доски. Их тоже осмолили. Убрали до лучших времен. Чуть не упал, поэтому покачнулся. И с этой стороны точно так же. С торца покажу. Вот она видна, где щель. У нее будет вставляться. Я смотрю доска. Вот. Это щель. У нее доска. И с той стороны. Вот это посередке видна щель. Поднимается уровень воды. А это красит отработкой, что у бобры не скушали. Подряд все едят. Такие все ядные оказались. Вот. Бурдазерис наш. Весел в масле. Похоже все. Трубочки у него там не выдержали. Ну и так, сколько он поработал. Спасибо Господи. Тут подрезал берег. Я его попросил сегодня. Так что сегодня мы прощаться, наверное, будем. Я ухожу на другую работу. И ребята уходят дома ремонтировать. Рядом, говорит, белое. Вон там белое, белое. Видать, это гречишное поле Игоря Барабаша. Вот это белое. Вот еще тут уже седьмой час, видно, вечер. Как все интересно. У него, говорит, все есть. И мы помирать не надо. А то Льва Толстого и Ильяс. Вот такой вот бассейн. Будет ли так, как мы думаем. Пойдет ли вода. Потом мы придем в лесу. Тут кое-что уберем. Коряженная вода, чтобы свободно вошла в два русла. Оставили мы два русла. Вот. Его видно где. Вот он. Перерыв. И подальше тут второй такой. Вот он где. Ну и все на этом. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Хорошо. Сейчас я узнал и живот識 видеть.